Татьяна Чевардина со слезами на глазах пришла на открытие мемориальной доски работников ГРЭС, которые в первые дни Великой Отечественной ушли на фронт. Среди них был и ее отец Сергей Федорович. Электрик Чевардин на войне стал десантником, погиб в марте 43-го, а в сентябре родилась она, младшая дочка Татьяна. Мама больше замуж так и не вышла. Память об отце осталась только в письмах и в рассказах однополчан. Он был очень худенький, маленький и попал в эту бригаду. И отец ему, ну, он, так сказать, содействовал, чтобы его перевели и в Писаре его перевели. После войны он очень долго его разыскивал. После этого он приезжает с женой, с детьми, привозит подарки в это. И очень благодарен четверть дочерей у меня, благодаря тому, что Сергей спас мне жизнь. Таких фронтовых историй руководство Самарской ГРЭС собрало больше полсотни. Именно столько рабочих в первые дни Великой Отечественной ушли добровольцами родину защищать. И на всех пришла похоронка. Ситуация с добровольцами изменилась к концу лета 1941 года. Было принято решение о том, что энергетики бронируются от призыва на фронт. И они гораздо важнее у турбин, у котлов, чтобы давать энергию и пар для оборонных предприятий. Я общался с людьми, например, с ветераном Владимиром Свистуновым, который трижды ходил в военкомат, чтобы его отправили на фронт добровольцам. Его все время отправляли обратно. 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, доску памяти в торжественной обстановке открыли на так называемом ГРЭСовском доме в Студенческом переулке 2. Его построили в 30-е годы специально для сотрудников электростанции. У мемориала уже растут живые цветы, а сотрудники ГРЭС и жители дома решили сами ухаживать за памятником. Люди заражены, я слово применил, патриотизмом. Они чтят поколение старших, у них очень сильные традиции. Эти благородные дела, вот этот тот кирпичик, который должен в нашей Самаре, во второй столице, как мы ее говорим, запасной столице, быть больше и больше и больше. Два года назад Самарская ГРЭС выпустила книгу о своих ветеранах и героях Великой Отечественной войны и продолжает формировать свой полк памяти. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков.